У меня маленький, пушистенький помощник. Пуша, ты помогаешь? Тетя, ты помогаешь, мой полёсий. Всем привет, ребят, с вами я, Лера. Я, наконец-то, снимаю видео с собой. Я уже учусь на третьем курсе химфарка в УГУ и хочу рассказать вам о том, как на меня повлиял второй курс химфарка в УГУ и чему я научилась. Начнём с того, чему я научилась время подготовки к экзаменам. Я понимаю, что подготовка строится на трёх слонах. Первое — это на терпении, второе — это на конспекторах, и третье — это на визуализации. Сейчас разложу всё по полочкам. Начнём с терпения. Это во время подготовки очень важно, потому что, например, я устаю, когда делаю какую-то монотонную работу, вот поэтому старалась всячески привить себе интерес к предметам, которые я сдавала. Среди них были физическая химия, физика, математика и философия. Но по философии, слава богу, был автомат. У меня была пятёрка автоматом за философию. Но это потому, что я активничала на парах, и когда у нас заходила тема про смысл жизни, поиск себя, там я прям хорошо отвечала. Когда заходила тема про смерть и небытие, там я уже не отвечала, мне было это неинтересно, и этот материал я практически не смотрела. Где положительное, там да. Там я смотрела, прочитывала, какой-то вывод для себя делала по итогу. Во время подготовки я смотрела лекции преподавателей, свои конспекты по этим лекциям, и это мне очень помогло. Как физическую, химию, математику я в течение года прям по этим конспектам подучила большую часть материала. По физике дело обстояло по-другому. Я учила теорию к лабораторным работам, заглядывала также в лекции, пробовала их потихоньку подучивать, но по итогу всё равно по физике пришлось потом в более сжатые сроки всё изучать, и чем больше я читала больше, лучше, один и тот же материал, тем лучше я его понимала. В общем, для такой подготовки нужно прям такое терпение сильное, чтобы так сидеть, всё изучать, разбирать, понимать, само себе объяснять. Теперь поговорим про визуализацию. Это как раз вот больше всего помогло мне с физикой, потому что ту же дифракцию, дисперсию, интерференцию. Я смотрела картинки, с чем-то как-то ассоциировала, там с радугой, с дождём, ту же дисперсию, дифракцию. Как-то представляла, смотрела лекции от МГУ на Ютубе, очень хороший канал с физикой. Тоже мне это помогло, прям на экзамене сидела, прям вот так руками, как даже поводила, попредставляла себе, когда-то ошибалась, тут же исправлялась в своём ответе. И, естественно, конспекты очень помогли. Они помогли и по всем предметам, в принципе. По физике мне больше помогли лабораторные работы, чем лекции, потому что так получалось, что вроде бы проект с ним фиксировал всё, но мне было понятнее именно не в своих конспектах, а в тех, которые преподаватель укладывал на, скорее всего, известном вам мудле. По итогу летней сессии у меня за физику и физическую химию четвёрки. Преподаватели, как я поняла, старались, как могли быть над меня на пятёрку, но у меня не получилось. По математике у меня пятёрка. Я боялась, что будет четвёрка, но в итоге собралась. Пока я попробую, я поставила цель, я её добьюсь, и в итоге теперь у меня в дипломе пятёрка. У нас получается так, математика сдаётся четыре раза, три экзамена у нас и один зачёт. Первый экзамен у меня был сдан на четвёрку, затем экзамен был сдан на пятёрку, потом был зачёт автоматом пятёрка, и финальный экзамен четвёртый, который идёт в диплом, тоже пятёрка. Вот, поэтому самой наивысшей радостью для меня была математика. и, в принципе, из всех предметов, я бы сказала, что больше всех мне нравилась именно математика. Мне очень нравилась практика по философии, так как нас там спокойно слушали, и мы как-то вступали в некие дискуссии. Это был очень интересный опыт. И на одной из пар меня прям как озарило, что у нас какая-то такая тема была прям положительная, позитивная, что из неё я сделала вывод, что как бы у человека есть всё для того, чтобы осуществить свою мечту и цель. И прям тогда даже, когда солнышко на улице было, как погода прям подстать, я такая точно, ведь у меня есть всё, чтобы осуществить свою мечту, свою цель. Я тогда так обрадовалась, такая вся чуть ли не светящаяся домой пришла. Думаю, если я приложу прям максимум усилий, то пусть эта мечта кажется розовой-розовой, но она сбудется, и я в это верю. Благодаря второму курсу я стала ещё меньше бояться совершать ошибки, потому что ходила также учиться на кафедру органической химии. каким-то различным навыкам, например, мы там с девочкой-пятикурсницей изучали тонкосройную хроматографию, и, естественно, я иногда косячила, там бывало случаи такие, не очень. Но она мне спокойно объяснила, что ты только учишься, то, что ошибаешься, это нормально. И я стала меньше бояться совершать ошибки, естественно, стараться, чтобы их было минимум, но я на них учусь, по крайней мере. И такие ситуации, они очень хорошо запоминаются, поэтому, как бы, соответствующие выводы сделаны, опыт полученный. Это было классно, и сейчас с улыбкой вспоминаю эти моменты. Вот, очень мне нравится там заниматься, хотя занималась я редко пока что именно органикой, но она у нас будет во втором полугодии третьего курса. В первом пока будет только аналитика, аналистика будет идти весь год. Надеюсь, что тоже будет интересно. Вот, также в этом году у нас должны появиться педагогические дисциплины. Это психология высшей школы, там, педагогика, как-то, не помню, как предмет назывался. Я смотрела пока что не в своем расписании, наше расписание пока не готово. Смотрела за прошлый год в расписании. Предмет называется «Методика преподавания химии в системе высшего и дополнительного образования». Также у нас есть отдельная педагогика высшей школы. И пока что эти предметы меня привлекают. Надеюсь, я в них не разочаруюсь, и мне понравится. Вот, в общем, возлагаю большие надежды на будущий год, так как-то эти курсы я ждала еще с первого курса. Вот, надеюсь, что все будет круто, классно и интересно. Также в этом году, что мне еще больше сподвигло раскрываться, это то, что все-таки осознание пришло, и что жизнь одна. Что, как бы, если не сейчас, то когда начинать, как бы, проявлять активность, показывать себя, как не в этом году, как не сейчас. Я уже закупилась к новому учебному году. В этом году все очень экономично, сейчас вам покажу. В первую очередь, это, конечно же, замазка. Такая же, только оранжевая. Я сейчас ее отдала маме. В общем, это то, без чего я не могу обойтись в универе, и вот никак просто. У меня даже есть вот такая большая, она не очень удобная, но зато ее надолго хватит. Хотя, зная меня, может и нет. Дальше, это, скорее всего, вас удивит. Это школьный дневник. Спросите, зачем. А затем, что я, когда вела ежедневник, он у меня в итоге все равно практически превращался в дневник, потому что именно такой формат введения мне удобен, и я его купила ради разлиновки, потому что я люблю все фиксировать. Как мама спросила, вы что, туда что-то записываете? Я говорю, ну, я записываю. Там дневник мне показался симпатичным, с таким вот котиком, с версточкой луна. Далее едет несколько тонких тетрадей. Их я заведу по различным предметам, так как с прошлого года только по математике очень быстро уходили 48-листовые тетради. По некоторым предметам прям хватало 48 листов, по некоторым только половина 48 была исписана. Поэтому у меня одна тетрадь, 12 листов. Две тетради по 18 листов, зелененькая, такая салатовая, и голубенькая. И 24 листа, такая вот с польшей синенькая. Я купила две 48-листовые тетради, хотя по списку у меня была одна, но будет теперь две, потому что они мне очень понравились, тоже из той же серии, как и дневник, с вот такими вот космическими котиками. С прошлого года у меня осталась тетрадочка, я изводила прям в конце, немножко там две странички зафиксировала, как оформить курсовую работу. Поэтому в этом году она снова живет, и она такая лавандовая, очень милая такая, спокойненькая. И это, пожалуй, моя самая любимая тетрадочка из всех. Также мне очень нравится такая тетрадочка, по ней тут немножечко записаны лекции по физхимии, думаю, ее можно еще продолжить, тоже такая прям в морском стиле, с психологией обычной. Ну, она называлась по-другому, мы называли этот предмет сокращенно психология, что-то там про развитие личности. Хорошо, я запомнила название предмета, потому что называла весь год его психологией. С вот таким вот котиком-бабочкой. Смотрела Back to School именно перед поступлением в универ моё, моё видео. Те уже видели эту тетрадь, это Гриффиндор, Хогвардс, Гарри Поттер и так далее. Возможно, тоже, если пригодится, заведу ее в новом ученом году, тут немножко листочков вырвано. Поэтому эта тетрадь тоже продолжает жить. Вводя итоги своего видео, хочу сказать, что если вы поставите себе цель, вы ее обязательно добьетесь, если будете прикладывать усилия, если вам будет интересно развиваться, идти к своей цели с каждым днём маленькими шагами или большими шагами, в любом случае желаю, чтобы вам было интересно. Помните, что любые ошибки – это очень полезный опыт. Желаю вам набраться терпения. Не забывайте представлять все как-нибудь так красиво, чтобы у вас материал фиксировался, становился более понятным таким. Не бойтесь меняться, раскрываться, саморазбиваться, но я желаю вам всего самого наилучшего, и пусть новый учебный год будет для вас прекрасным. Ну, а с вами была я, Лера. Всем здоровья и добра, и всем пока-пока!